Продолжение следует... Здравствуйте, друзья! Спасибо большое за приглашение. Действительно очень интересное, но лично для меня по ощущениям немного экспериментальный проект, поэтому прошу прощения, если буду либо выбиваться, либо наоборот не вписываться в формат, но надеюсь, что может быть по мере, поскольку этот проект рассчитан на некоторую длительность, это действительно сезон, то есть запланировано 10 лекций, то я надеюсь, что, быть может, хотя бы к финалу удастся выработать наиболее адекватный формат. И, насколько я понимаю, мы запланировали полтора часа, но мне трудно спрогнозировать со мной, сколько займет мое собственное повествование. И я бы попросила в том случае, если, допустим, немножко раньше мы закончим, включиться в какую-то дискуссию, мне кажется, что если будут какие-то вопросы, то, быть может, они как раз помогут раскрыть какие-то содержания, которые я по тем или иным причинам не смогу припомнить. Ну и, наоборот, говорю сама себе, что постараюсь не затягивать и не выходить за пределы намеченных полутора часов. Хорошо, тогда несколько слов о самой задумке этого курса. Он такой по-своему дидактический в каком-то смысле, да, наверное, по основному своему значению, он скорее такой схематично-дидактический. Что я имею в виду? Я имею в виду, что он задаёт какие-то несколько такое, некое укрупнённое масштабирование концептов. Такого рода формат, как правило, в таком формате, как правило, приходится жертвовать какими-то историко-философскими деталями. Поэтому я это проговариваю сразу, что, по крайней мере, план таков. Если, например, у кого-то было желание побольше услышать каких-то деталей, таких вот доксографических, как принято говорить, философии, то, быть может, их здесь в этом курсе лекций будет не так много. Но что я хочу сделать, и причём мне показалось, что, может быть, такой курс полезен, дать некий такой внутренний логический план смысловой, неких действительно укрупнённых концептов, которые позволили бы увидеть некоторую логику разворачивания философии субъекта и субъективности на протяжении всей западноевропейской метафизики. Ясно, что и там, и здесь нам придётся делать оговорки, что не всегда выполняется та или иная логика, которую я намечаю как некую такую конституирующую, то тот, то другой автор будут предательски выпадать из заданных рамок. Но, если угодно, вопреки какой-то постструктуралистской логике, которая очень не любит такого рода формализации, именно потому, что они все построены на жесточайшей репрессии в отношении единичного и индивидуального, которая выпадает или как-то аннигилируется в этих обобщениях, несколько пренебрегая подобным постструктуралистским мотивом, мы всё-таки сделаем такую ставку. Поэтому, наверное, общий стиль, общая инструментальность моего подхода скорее классическая в этом, по крайней мере, аспекте. И что ещё я хочу сделать? Я хочу показать какие-то главные вещи, показать большой парадигмальный период, когда субъективности в том понимании, в котором она потом появилась, и в той или иной степени сохраняется сейчас, не было. В каком-то смысле какие-то начальные, вот об этом мы поговорим сегодня, говоря о периоде античности, какие-то начальные намётки того представления о субъективности, которое потом появится, вполне, наверное, можно проследить. Но в общем и целом действительно можно констатировать некое отсутствие идей, которые появятся впоследствии. Потом обозначить, в какой момент и почему она появляется. Это будет достаточно затяжной период от христианства через новое время, через немецкую классическую философию, разумеется, в которой мы наблюдаем такой некий апофеоз идеи субъекта. И потом к различным версиям заката этой субъективности, которая, в общем-то, наверное, если говорить о современности, пока ещё сохраняется. Что придёт ей на смену неясно, и надо будет, может, подумать совместно, повнимательнее исследовав современность настолько, насколько это возможно, при том, что мы находимся в ней. Но, по-видимому, можно обозначить пока три главные вещи. Некое отсутствие, некое зарождение дифференцированное внутри и некий закат. Собственно, эта идея и обозначена в названии самого курса. Ну и последнее из такого вводного слова – это, опять же, несколько слов, связанных с своего рода упрощением. Это похоже на то, что я уже сказала, что какими-то деталями мы пренебрегаем. Но приходится говорить о субъекте в неком таком… О субъекте или о субъективности в неком собирательном смысле. То есть, действительно, это тот концепт, который в силу вот такой своей агрегатности, наверное, будет предполагать определённое упрощение. Но что меня оправдывает, или как я надеюсь, что меня это оправдывает? Несколько соображений. Соображение первое связано с тем, что само представление о философском субъекте и философской субъективности, то есть, собственно, понятии философского субъекта, не субъекта, где бы то ни было ещё в других дисциплинарных полях, а именно философии – это, в общем-то, конструкт. Это определённый конструкт, который уже претерпел некоторое количество концептуализирующих итераций, они всегда происходят по тем или иным законам формализации, значит, упрощения. То есть, в некотором смысле мы постараемся проследить путь этого конструирования, а значит, ту внутреннюю логику, которая руководила этим процессом. Второй момент – это некоторая определённая культурная приписка, если угодно, этой концептуализации и этого конструирования субъекта, а именно западноевропейская метафизика. То есть, это история, которая имеет определённые координаты, определённые рамки, в данном случае географические и исторические. И это ещё, и в-третьих, это ещё более, так сказать, точечное ограничение, это некие субкультурные, если угодно, условия конструирования понятия субъекта, а именно культура христианства, укоренённая, разумеется, в западноевропейской рациональности, во многом формирующая её и питающая. То есть, некие ещё более узкие культурные рамки, культурно-идейные, идеологические рамки, которые ответственны за это формирование. То есть, вот в той мере, в которой само понятие субъекта уже претерпевает некоторые внешние конструирующие технологии, мы, собственно, пойдём по пути, тем же путём, каким шли сами эти технологии. Теперь, с чего мы, собственно, можем начать. Итак, сегодня я попробую показать, в каком смысле принято говорить о том, что на заре возникновения самой философии, как мы знаем, её возникновение связано с периодом античности, античной Греции, эллинского мира. Почему принято говорить о том, что субъекта в том смысле, в котором его знает последующая философская мысль, главным образом новоевропейская, как мы потом выясним, почему принято говорить о том, что в античной философии такого представления о субъекте не было? Сразу скажу несколько слов, что это мнение не является абсолютно догматически, общепризнанным, и, разумеется, мы найдём разные мнения на сей счёт, но нельзя сказать, наверное, нельзя всё-таки сказать, что оно вполне оспаривается, скорее речь идёт о демонстрации, опять же, каких-то точечных, так сказать, расхождениях, не вписываемостях в этот общий мотив, согласно которому в античности о субъекте говорить преждевременно. Но я не буду называть ключевые имена, их, в общем, довольно много, которые запустили эту идею, которые так или иначе её разделяли и обосновывали. Но, может быть, скажу лишь, что для отечественной философской мысли очень характерен тот способ обоснования этой идеи, которую предлагал Лосев, и действительно, в какой-то момент я отрефлексировала эту вещь, что по умолчанию, какие-то источники, тексты, нарративы, пробы мысли, которыми философы или люди, сопричастные к философии, идут в России, и, как правило, повторяют те ходы, которые предлагал Лосев в отношении этой темы, в отношении возникновения субъектов, христианства, новое время и отсутствия субъекта в античном мире. Но я попробую какое-то своё видение предложить. И чтобы это сделать, мне показалось, что для того, чтобы обосновать отсутствие субъекта в античной философии, нужно определить всё-таки, что мы под этим подразумеваем, то есть как-то диссоциировать это понятие, разложить его на определённые подпонятия, подпризнаки, под интуиции, и последовательно показывать, что вот этой идеи не существовало, другой не существовало и так далее. То есть я предлагаю разложить субъекта на некоторые внутренние подструктуры и последовательно, идя под этим подструктурам, понять, что да, по-видимому, в античности, ну, по крайней мере, в том виде, в котором стало принято об этом говорить, впоследствии субъекта и субъективности не было. Значит, тогда нам нужно эти признаки задать, и потом последовательно посмотреть, наличество ли они или нет в античной философии. Первый признак, характерный, который бы я выделила для понятия философского субъекта, это некоторая индивидуация. Здесь надо, конечно, сделать ряд оговорок. Ну, что подразумевается под индивидуацией философии? Может подразумеваться достаточно простая вещь, простая после того, как мы пережили опыт христианской мысли, разумеется, то есть для античного философа она вовсе не показалась бы простой, но для нас, так сказать, детей постхристианской эпохи, она кажется вполне себе тривиальной. И эта идея индивидуации, индивидуальности как некой персоны, некоторой личностности, то есть некоторой единичной неповторимости, связываемой с тем или иным существом или чем угодно, но для того, чтобы нечто было опознано как субъектное, в нём непременно должна присутствовать вот эта вот радикальная единичность, то есть некая неповторимость, некая невключённость в то общее манифестации или экземплификации, как говорили вы, античные философы, то есть проявлением чего являлось бы это самое нечто. Оно является абсолютно самостийным по своей собственной природе. Чуть более глубинное именно философское значение индивидуации подразумевает тоже вещь тривиальную для поздней философии представление о приватности опыта, опять-таки принципиальной приватности опыта. И что здесь подразумевается? Подразумевается, что те переживательные ментальные состояния, имманентные кому бы то ни было, или чему бы то ни было, что мы назовём субъектностью, являются принципиально связанными с тем, кто их переживает. Передать свои права переживания к чему-то другому, кому-то другому нельзя. Есть некая нерасторжимая связь между тем, кто и то, как это переживается, и что при этом переживается. Такая тройственная нерасторжимая связь, при попытке расторгнуть которую, каждое из этих звеньев будет уничтожено. То есть будет уничтожено то, что, само переживание, как, которое входит в состав, что, вообще говоря, если его проанализировать. И надо сказать, что сам субъект при этом станет другим, не тем, который переживал некоторое мгновение назад определённое состояние. И здесь важно подчеркнуть, что, по-видимому, с таким представлением об индивидуальности, связываемым с субъектностью, в классическую эпоху, в период классической философии, допустим, в период нового времени, всё-таки происходят определённые трансформации. То есть оговорки необходимы какого рода. Конечно, когда мы знакомимся с философским опытом анализа субъектности, например, кагитальности философского рода карта, или, допустим, как это происходит в поздней, совсем в поздней философии, феноменологии, например, у Гуссерля, ну и где-то между одним и другим, у Канта в его представлении о трансцентальной синтезе перцепции, к примеру, то есть о неком «я». Вот такая идея индивидуации в значении некоторой психологичности. То есть, когда мы вводим эту индивидуацию, определяем её именно через приватный опыт, здесь велики риски задать её как нечто психологическое. То есть это моё личностное, это вот тот внутренний мир, то моё переживание или комплекс переживаний, которые связывают именно с психологичностью, то есть приватность вот этого психического свойства. Она абсолютно понятна и легко схватывается всем и каждым, но для философии действительно была характерна весьма авторитетная и принципиальная традиция отделения представления о субъективности от вот этих психологических привнесений. То есть, конечно, когда Декарт говорит о «я», или когда Кант говорит о «я», действительно здесь очень важно, что это именно философы так называемой рационалистической традиции, рационалистическо-трансцентальной. В рационалистическом случае Декарта и трансцентальной случае Канта, то для них это принципиально важно, в отличие, например, от эмпирической традиции, какому-нибудь юмианской, внутри которой как раз обратный мотив имеет место, когда показывается, что «я» некая вне психологическая недостижима и какая-то абстрактная субъективность неотделима от всегда психологической субъективности. Это принципиальный момент для эмпиризма. Но почему я здесь останавливаюсь? Потому что для определенной традиции вот этой рационалистической трансцентальной действительно был важен мотив отграничения субъективности от всего индивидуального, выделения ее. Но, и зная это, можно возразить, что далеко не всегда индивидуальность входит в состав философской субъектности. Как раз философская субъектность это не про индивидуальное. Но мы будем как раз-таки говорить об этих технологиях отделения. Действительно, желание выделить некое вне психологическое субъектное для философии, по крайней мере, определенного типа, очень важно. Но, несмотря на это, вполне это сделать почти никогда не получается. То есть, вполне убрать то, что можно назвать индивидуацией, нельзя на уровне вот этой приватности. Это можно увидеть во всех вот этих ключевых философских положениях. В случае с Декартовским Когета можно показать, что, да, Когета это некий механизм, но это тот механизм, который осознается. «Неким я». Очень показателен в этом смысле фихты, наверное, хотя часто говорят, что его этот принцип «я есть я» как раз-таки является некоторой абсолютной логической схемой, но для него именно важно, почему, собственно, речь идет не о законе тождества, как это, опять же, было принято во всей классической философии, начинать с закона тождества, если речь идет о чем-то радикально достоверном, а он начинает с некого тождества «я», потому что речь идет о том, как это переживается. Верность логического тождества не в том, каково оно, а в том, что я переживаю эту достоверность как абсолютно неотменимую. Поэтому вот этот акт переживания все равно возвращает нас к истокам приватности, то есть некой личностности. Я знаю, что это я переживаю, я понимаю, что этот опыт совершается со мной. И вот через эту приватность индивидуальность всегда сохраняется в любом представлении о философской субъектности. Вот, собственно, почему для меня это важно, и я бы говорила о сохранении некой нулевой степени индивидуальности в любом философском представлении о субъекте. Значит, следующий момент, следующий признак это некая радикальная первичность я, идея радикальной первичности субъекта тоже существенная очень для представления о философском субъекте. Что здесь подразумевается? Здесь подразумевается, ну, собственно, тот механизм, который мы встречаем у Декарта во всей своей красе. и, скорее, даже у Фихта. Ну, и, разумеется, не только у них. О чём здесь идёт речь? Речь идёт о том, что, как показывает классическая философия, философ, который ни на минуту не забывает о том, что он всегда должен начинать с чего-то абсолютно начального, то есть, чем отличается философский способ разыскания истины от каких бы то ни было других, именно в силу того, что это умозрительная практика, не эмпирическая, разумеется, а сугубо интеллектуальная, логицистская в своей основе, то единственный способ построения такого способа рассуждения это некий, ну, то, что принято называть философиоподектический способ, такой математизированный, да, или логицированный, который опирался бы на некоторые аксиомы, на то, что является условием возможности обоснования всего остального, но само при этом не требует обоснования, называется, самообосновывающим, обосновываемым в самом акте своего утверждения и усмотрения. Так вот, классическая философия знала и знает, что таким первичным является сам опыт «я». Нельзя начинать с вещей, нельзя обращаясь, нельзя задаваясь вопросом о том, а что есть, с чего я могу начать своё познание, обращаться к вещам и к миру. Так делает натурализм, так делает научное мышление, так делает обыденное мышление в некоторой своей наивности, которая, наивность которого, да, заключается в пропускании вот этого начального шага. Пропустить его очень легко в силу его наиближайшего расположения к тому, кто всё это совершает, и некоторой принципиальной прозрачности. Поэтому само устройство акта познания таково, что мы действительно проективны, принципиально проективны, мы в своей воспринимающей, переживательной или познаваемой практикой, практики, направленной в некое от себя. И в этом смысле вот это само, то пространство, если угодно, то место, откуда совершается само это направление, не заметить гораздо более естественно, чем заметить. Наоборот, для того, чтобы его заметить, нужно совершать довольно-таки противоестественные процедуры, которые, собственно, и делает философ. И поэтому всякое философство не противоестественное и довольно трудоёмко. Но для классической философии опять же это является неким труизмом, что первоначальным актом всегда является я. Это то, с чего мы неким принудительным образом только и можем начинать. Третий признак – это то, что можно было бы назвать некой естественной аподектичностью. Это очень условные названия, я их поясняю, и в ходе пояснения можно предложить массу других, но это скорее такие маркеры, чтобы это просто укладывалось в какой-то ряд. Естественно, аподектичность здесь тоже, наверное, наиболее показателен Декарта. Опять же, я называю имена, чтобы сразу возникали какие-то отсылки. Если есть знание контекстов, тогда просто проще понимать, о чём идёт речь. Опять же, что характерно для классического представления о субъекте, для классического представления о субъекте совершенно типично связывание субъективности с некоторым самообоснованием. То есть опыт субъективности уникален тем, что он аподектичен в самой своей основе. И этим философия активно пользуется. Этим пользуется Декарт, когда, проведя, детальную экспертизу всего того, что нас окружает как некое, предположительно, внешнее, мир, Бог, дослуживший, собственно, и всё, мир как реальность и, может быть, предположительно, некий трансцендентный гарант, который всё это организовал. Но в той вере, в которой всё то, что задано как внешнее, не обладает возможностью быть самообоснованным из самого своего, из самой констатации того, что это представляется. Нужно попробовать поискать, а нет ли чего-то такого, что имело по себе эту природу, некоторого самообоснования, то есть обоснования из одного только усмотрения. Ясно, что мы не можем доказать, что мы об этом скажем в своё время, сейчас, может быть, и не ясно, но, к сожалению, доказать реальность из одного только ощущения, что, мне кажется, что-то реальным, нельзя. Всякую реальность можно проблематизировать и поставить знак вопроса, заподозрив вообще всё это происходящее как нечто фиктивное, как некую иллюзию. То же самое с неким божеством и только с мысленным опытом промысливания своего собственного вопроса в акте мысли как некого сомнения странным образом нельзя поставить под сомнение того, кто переживает этот опыт сомнения. То есть странным образом только внутренний приватный опыт обладает некоторой особой природой самоудостоверения. Что бы он ни делал, как бы он ни пытался отменить свой собственный опыт, этот опыт оказывается неотменимым в силу того, что он будет отменяться теми же самыми силами, которые его восстановят. Но характерно это только для субъекта, но не объекта. Эти представления о радикальной первичности классической философии будет активно пользоваться и как тем, что самодостаточно, как некоторая метафизическая истина и как неким инструментом, который может помочь в достижении каких-то других метафизических истин. Следующая характерная черта это некоторая субстанциальность, что подразумевается под субстанциальностью субъектности, под субстанциальностью, ну, совсем слово субстанцией И субстанциальность философии одной из тех, которая имеет довольно много значений, но в данном случае подразумевается одно из них, а именно значение некоторой сущностности, а именно некоторого самодавляющего способа существования. То есть субстанция это то, что для своего собственного существования ни в чём ином не нуждается, оно не существует неким заимствованным существованием. Существование этого нечто находится в нём самом и нигде в другом месте, в отличие, например, от явлений, чтобы на контрасте понять, о чём идёт речь. В классической философии пара сущностей и явлений функционируют, или субстанция, ну субстанция, акциденция, такие термины страшные, латинизированные, иногда используются, но можно использовать гораздо более привычные, а именно сущности и явления, ну или субстанция и явление, можно, так сказать, скомпоновать одно с другим. Под явлением подразумевается то, что не обладает своим собственным существованием. Например, явлением является вкус чего бы то ни было, вкус шоколада или вкус апельсина при определённых трактовках, который привязан к тому, кто испытывает это ощущение. И с устранением субъекта, того, кто выступает гарантом длибости этих ощущений, с заключением его в скобке, заключается в скобке и само это переживание вкуса в данном случае. Таким образом, явление есть в каком-то смысле фиктивное. Антологический статус явления, в общем-то, фиктивен, он существует в некем заимствованном, неводным существовании, вот всегда некая кажимость. Поистине существует тот, кто выступает гарантом этого явления, вот он существует, а явление не вполне существует. Так вот, субъект вводится всегда не как явление, а тот, кто формируется. Но так легко, как отменяются явления с устранением источника их производства, сам этот источник производства отменить нельзя. Он с необходимостью сам восстановится и будет вновь порождать какие-нибудь явления. То есть ещё одна характерная черта субъективности – это её субстанциальность в значении самостоятельного существования. Наконец, ещё одна его характеристика, самая такая, может быть, одиозная и узнаваемая, когда речь идёт о философском субъекте, по крайней мере, в классической традиции, то, что можно было бы назвать способность формировать реальности. Самая показательная, наверное, здесь философия имя как раз-таки будет принадлежать Канту, его трансцентральному идеализму, именно ему, а не различным, ну и, конечно же, Беркли. Но, как мы знаем, Беркли, если говорить о его философской системе в целом, то существует проблема отделения механизма солипсического рассуждения, которое Беркли виртуозно прописал, и самой его философской системы в целом, потому что в конечном итоге Беркли всё-таки не решился утверждать, что сам субъект является тем, кто удерживает ту реальность, в которой он сам же и пребывает, а эти простые правления были переданы Богу. И поэтому сам Беркли не вполне следует тому классическому ортодоксальному солипсизму, который он рассмотрел. Из самого представления субъекта. А вот Кант, который, разумеется, отгораживается от субъективного идеализма Беркли, мы знаем, что «Второе критичество разума» он пишет, на большую подглавку опровержение идеализма, где решительно размежевывается с философией Беркли, делает это потому, что по результатам первой редакции критики его упрекали, это особо даже не упрекали, просто в большинстве своём его соратники и многие весьма авторитетные мыслители, современники отнесли его позицию к позиции солипсизма, солипсизма и субъективного идеализма, как тогда говорили. Поэтому Канту пришлось писать опровержение. Но при том, что система Канта не является системой, в которой можно было бы усмотреть какие-то зачатки солипсизма, тем не менее сама система трансцентального идеализма является наилучшей иллюстрацией того, о чём мы говорим, когда подразумеваем, что субъект есть тот, кто формирует некие реальности. Мы будем отдельно говорить о Канте, о его формуле того, что априорная форма, например, в пространстве и время, эмпирически реальная, но трансцентально идеальная. Какая-то форма эмпирически реального, которую он отведёт фактически для всего мира феноменов. Феномены эмпирически реальны. То есть нельзя говорить о том, что это некие фикции. Они не фикции. Они составляют некий мир, отменить который, в общем-то, нельзя. То есть, к примеру, сам субъект, пребывающий в этом мире, не может изменить своё положение. Он не может не пребывать в этом мире. Он не может даже неким умозрительным способом его покинуть. То есть он не может сослагать этот мир как иной или своё собственное положение как неприсутствующее в этом мире. То есть феноменальный мир, в котором находится субъект, имеет все признаки реальности. Единственное, что характерно для этой реальности, это то, что с устранением субъекта говорить о наличии этого мира в наиболее корректной редакции нельзя будет ни в утвердительном, ни в отрицательном ключе. Мы просто не знаем, что может быть и каково будет то пространство, которое останется в случае с устранением этого самого трансцентрального субъекта. Вот такое представление является наиболее яркой характерной иллюстрацией вот этой способности формировать реальность. Этот субъект есть тот, кто способен создать некий мир, как, в общем-то, абсолютно реальный. Но условием создания этого мира выступает сам этот субъект. Так, ну, предпоследняя здесь характеристика – это свобода субъекта. Субъект мыслится как принципиально свободное существо. Свободное в практическом смысле, то есть в вопросах распоряжения своей воли. Как действующее существо субъект вводится как тот, кто может, опять же, если прибегать к словарю Кампа, как тот, кто может, безусловно, начинать новые ряды причин и следствия, как тот, кто может разрывать те терминистические цепочки, которые образуют длительность природного мира, и запускать свои собственные причинные ряды. То есть тот, кто обладает свободой воли и свободно может ею распорядиться. И это требование является необходимым для утверждения этической природы субъекта. Ещё одна его характеристика, но я её сейчас как раз выношу за скобки, или, если угодно, она, так сказать, вмонтирована в это представление о свободе. Субъект в той мере этичен, и осмысленно об этичности субъекта можно говорить только в том случае, если мы подразумеваем свободу выбора. Если человек не обладает свободой выбора, то он не обладает способностью к выбору одного решения, а не другого в условиях, когда оба этих решения абсолютно паритетны для самого этого субъекта. То никаких оценивающих процедур, применённых к нему быть, не может. Он, так сказать, от детерминирования субъекта, оно просто блокирует любую возможность этической оценки его поступков. И, наконец, последняя характеристика – это то, что можно было бы назвать некой способностью к трансцендированию присущей субъекту. То есть, что здесь подразумевается? Здесь подразумевается весьма любопытная вещь, мы потом о ней будем достаточно, я надеюсь, говорить. Это некое свойство относиться не просто к разным частностям, так сказать, окружающим нас, а к чему-то внешнему и объективированному. Не просто способность отделяться от любого частного опыта, который я знаю как внешний, как некий объект, стол перед собой, стена перед собой. То, что вне меня, то, на что направлено моё внимание, это некий объект, предмет для меня, предпосланный моему вниманию. Но субъект, производя такой опыт ежесекундно в своей абсолютно повседневной ментальной и экзистенциальной практике, оказывается способным к этой практике, потому что в пределе этого действия он имеет в виду такое же отгорожение, отделение не просто от каких-то частных выборов, от каких-то частных объектов, а от мира в целом. То есть если проследить свою мысленную диспозицию, в которой осуществляется моя совершенно тривиальная констатация, что стена передо мной, я оказываюсь способной сказать, что стена передо мной, потому что я мыслю, что весь я целиком, вся я целиком где-то здесь, а весь мир целиком где-то там. И весь мир целиком – это не я. И весь мир целиком – это некое предпосланное, опредмеченное, объективированное. То есть я, конечно, наблюдаю только какие-то частные объективности, но эти частные объективности есть части некой одной большой глобальной объективности, которая является объективностью мира в целом. И диспозиция субъекта, классического субъекта, в отношении к миру в целом весьма парадоксальна. Она предполагает некое отгорожение и трансцендирование. То есть фактически я являюсь вынесенной в этой своей констатации, что мир где-то там. Я оказываюсь вынесенной за пределы этого мира. Может быть, здесь уже понятно, в чём парадокс, потом о нём скажем поподробнее, но сейчас просто зафиксируем, что представление вот этом классическом субъекте, оно предполагало, вообще говоря, легализацию этого парадокса. Потому что парадоксальность увидеть здесь несложно. И, наверное, было бы странно думать, что классическая философия каким-то образом просмотрела эти вещи. И вот здесь как раз-таки вполне вот это вот христианское, христианские мотивы классической философии окажут своё решающее влияние на то, почему эта легализация парадокса оказалась возможной. То есть трудно предполагать, что он логически оказался незамеченным, но его сохранение в представлении о классическом субъекте оказалось возможным в силу вполне осознанной идеологии. И, в общем, как мы потом увидим христианское. То теперь, когда мы знаем, так сказать, из каких частей состоит субъект, наверное, теперь можно посмотреть, каким образом все эти части названы не присутствуют в античности. Мне кажется, теперь это будет просто легче. Если говорить об индивидуации. Индивидуация субъективности – вещь достаточно затруднительная для антично-философской мысли. Опять же, здесь нужно каждый раз помнить, что да, мы совершаем некоторую редукцию, когда говорим о философии вообще античной, но тем не менее, все-таки это можно сделать, как в неком тренде. Так вот, почему представление об любом индивидуальном, любом единичном, будет ли оно названо субъектом или, может быть, приведет к каким-то другим философскому форму, но именно о самой идее индивидуации в рамках античной философской мысли затруднительно говорить по той простой причине, что античная философия в основных своих философских ходах и движениях фундирована формальной логикой. Единственным способом рассуждения и доказательства своих обоснований являются логический способ и законы логики. Законы логики указывают нам на то, что из-за аксиомы логической, которую можно задать следующим образом, из-за чего ничего не появится. Ее можно по-разному задать в самых разных редакциях. В конечном итоге про незаменитое, про медицкое «Бытие есть, не бытие нет», вторая часть этой аксиомы тоже является своего рода про фразу «не бытия нет», то есть «ничто нет». Если «ничто нет», если «ничто ничтожествует», то, разумеется, никакое нечто не может стать производным от этого «ничто». Есть какие-нибудь схоластические редакции этой аксиомы, например, такая сложно звучащая, что в следствии не может быть больше реальности, чем в причине, или всё содержащееся в следствии ранее содержалось в причине. Это тоже парафраз вот этой логической аксиомы, что из ничего ничего не появится. Это простая мысль, которая легко нам даётся, когда мы понимаем, что из некоторого нуля, если мы допустим, что из нуля может появиться единица, то ясно, что допущение такой возможности будет в ближайшей же перспективе означать возможность появления и плюс, и минус бесконечности из этого самого нуля. То есть, так сказать, крушение любого способа рассуждения мы получим таким образом, а не только одной математики, если сможем это принять. Но если так, если мы принимаем неотменимость этой аксиомы, о невозникновении чего-то из ничего, тогда строго говоря, говорить о возникновении чего бы то ни было нового, как радикально единичного, неповторимого, совершенно невозможно. То есть, сама идея индивидуации наталкивается на серьёзнейшие логические противодействия. Строго говоря, идея индивидуальности является ещё одним не вполне законно роженым в рамках классической формальной логической процедуры рассуждения актом мысли. Сама идея индивидуации. В каком-то смысле идея индивидуации это ещё одна легализация парадокса. Потом, когда будем как раз-таки говорить о зарождении субъекта в христианской эпохе, скажем, что фактически весь он будет соткан из-за принятия невозможного. И в этом смысле весь субъект в конечном итоге окажется чем-то невозможным. Но идея индивидуальности имеет серьёзные препоны логического свойства. Античная мысль это знает. И поэтому, когда, так сказать, и мы имеем в виду вот эту вот логическую, логико-философскую изнанку, скажем так, трудности осмысления идеи индивидуальности, обращаемся к какой-то мифологичности сознания античных греков, например, их учения о переселении душ, о метампсихозе, то многое становится понятным, становится возможным, по крайней мере, увидеть, что за неким мифом стоит, как ни странно, логическое требование. То есть, ну, метампсихоз, который, разумеется, в себе имеет массу всего мифологического, если говорить о детализации этой идее переселения душ, о том, что души куда-то переселяются, что они при этом делают, ясно, что этот миф рассказывался сотнями разных способов, и Платон привносил свою лепту, при этом, будучи философом, многократно упоминая этот миф. Но в своей самой глубинной основе, в основе мифа о переселении душ, о метампсихозе можно видеть вполне себе логика философского рациональности, а именно представление о том, что если некая душа не возникает, как нечто индивидуальное, личностное, и в этом смысле индивидуально-единичное, и при этом не уничтожается, если в мире вообще невозможно возникновение никаких новых элементов, то ясно, что греки, по всей видимости, распространяют ту идею, которую они имели в виду в отношении космоса вообще, как некого замкнутого математического множества, которое состоит из конечного числа элементов, и природа при этом может мыслиться как разное пробегание всех возможных способов комбинировать эти элементы друг с другом. Каждый природный объект, явление или состояние, есть определенные комбинации этих элементов. После реализации которой, разумеется, конечной, потому что речь идет о конечном числе элементов в рамках замкнутой системы, замкнутого множества, после завершения всех возможных проявлений которых, они просто начинают повторяться заново. То есть то, что можно было бы считать как некоторую историю, историю развития природы, например, является не историей, а неким циклом. То есть идея, иллюстрация которой, если говорить, например, о заведенном порядке положения дела в природе, иллюстрация которой можно было бы считать смену времен года или вообще ту цикличность, в которой пребывает всякое природное. Это и некоторая длительность, некоторая последовательность, некая темпоральность, ощущение временности, которое потом, после христианства, все-таки будет названо именно как настоящее время и связано с природой. Но вот то, что мы называем временем, сменяемость состояния, античным сознанием скорее будет считано как некоторая последовательность изменения состояния в пределах одного цикла. Это не вполне время, это не движение из ниоткуда в никуда. Это просто пошаговое, рутинизированное, просчитанное внутри этого целого система смен своих состояний. Ясно, что из такого положения дел сам опыт приватности тоже окажется невозможным. Опыт приватности как чего-то неповторимого. Следующая идея радикальной первичности. Может быть, здесь мы можем найти какие-то основания, какие-то начатки субъективности. Но надо сказать, что какие-то начатки зачастую и находят. А именно в рассуждениях у Аристотеля мы знаем, что в его учении о категориях, о десяти категориях как предельных родах сущего. Категории – это те структурообразующие конститутивы реальности, всякого сущего, которые выступают неким каркасом любой проявленности. То есть, с каким бы срезом действительности мы не имели дела, она всегда уже пробегает по всем этим категориям. Ну, о каких категориях очень абстрактно звучит, поэтому о каких категориях идёт речь просто назывным образом. Скажем, это некое качество, что бы ни происходило, происходит некое как. Оно происходит или так, или по-другому, но всегда как-то. Что бы ни происходило, или что бы ни имело места, оно всегда множественно, оно всегда имеет некоторую количественную составляющую. Это либо одно, либо много, либо некое совокупное, то есть многое в одном. Что бы ни происходило, оно либо претерпевает действие, либо оно является следствием чего-то, либо само производит некое действие, является некой причиной. Что бы ни происходило, оно имеет некое место. Аристотель не использовал понятие пространства, которое впоследствии появится в философии, но неким аналогом, таким своего рода, с оговорками, пространство является местом. Конец, что бы ни происходило, оно происходит во времени. Ну и так далее. Но самое основное, некая категория категории, некая первосущность, то есть некая первичная, базовая категория, он выделяет её и говорит, что оставшиеся девять, они сказываются об этом первом. Это категория сущего, то что. Что бы ни происходило, то, с чего мы начинаем, это некое «что». Всегда происходит нечто с чем-то. Нельзя сказать, что происходит нечто ни с чем. Поэтому «что» действительно оказывается чем-то первичным. Так вот, это «что» некое подлежащее, как он говорит, гипокайминон, греческое слово. Это подлежащее часто интерпретирует как некоторую субъектность в значении вот этой радикальной первичности. То есть это то, с чего только и можно двигаться дальше осмысленным образом. Но логика здесь понятна, но против субъективации этого подлежащего выступает некое отсутствие каких бы то ни было опознавательных признаков этой субъектности. То есть всё выглядит у Аристотеля так, как если бы этот субъект вёл себя в общем-то как объект. То есть действительно есть некоторая выделенность в смысле первого сущности, но скорее у Аристотеля здесь идёт речь о неком субъекте, как субъекте в рамках субъект предикатного утверждения. С есть П. Скорее это субъект значения С. Неч, яблоко зелёное, яблоко кислое. Всё сказываемое сказывается о чём-то. Но вовсе не обязательно мыслить эту о чём-то, как имеющую отношение к оком-то, поэтому переход от что к кто включал бы в себя необходимость реализации всех прочих признаков, главным образом некоторой индивидуации. некоторого представления о приватности опыта. Но в той мере, в которой об этом речи не идёт, всё-таки вот эта подлежащая, эта первосущность скорее имеет некие такие внесубъектные, субъектно-нейтральные характеристики. Следующий признак, естественная аподектичность, тоже вряд ли будет найдена. Скорее, что аподектично для античной философии? Аподектичны идеи и некоторые истины. Это то, с чего мы начинаем. Мы начинаем с логических аксиом. Вот опять же, возвращаясь к мысли Фихта, мы помним его рассуждение, он говорил, что вопреки классическому философскому ходу, когда мы начинаем с логической формулы «А есть А», утверждаем некое тождество. Если еще больше присмотреться к тому, что происходит, присматриваясь, мы имеем в виду одну единственную цель – не потерять из виду первость. То есть самая большая неприятность, которая может случиться с философом, с метафизиком, это ситуация, в которой он начнет не с самого начала, с некого второго шага, третьего, пропустит первый. Само устройство всего этого процесса, внимание, проявление внимания, если угодно, устроено так, чтобы этот шаг был пропущен. Поэтому только на пределе интеллектуальных сил этот шаг можно не пропустить. И Фихта в своем рассуждении говорит о том, что классический философский ход, который полагал, что закон тождества является вот этим начальным аподектическим шагом, самым первым, ошибался, потому что в начале осознанию, вернее, констатации логической достоверности закона тождества предшествует осознанию этого закона. Поэтому закон тождества в начале разыгран как опыт самоотождествления. Я есть я. Для меня тождество становится осмысленным, потому что у меня есть частный опыт проживания того, что я это я. Эта конструкция прорисована внутри моего собственного дистанциального опыта. и только так мне и дана в начале. Вот этот ход типичен совершенно для представления о классическом фасовском субъекте и крайне нетипичен для античности, потому что античность просто начинает с законов логики и с любых других аксиоматических законов, которые даны как начальный шаг. Все бытие есть, не бытие нет. Речь не идет о том, что я знаю, что бытие есть. Я дан себе и поэтому бытие есть. И мне не дано отсутствие моей данности и поэтому не бытия нет. Так вопрос не стоит. Поэтому античность разом начинает с некоторых истин. И в этом смысле вот эта естественная аподектичность для античной философии отдано, она проигрывается в измерении неких как раз совершенно бессубъектных абсолютных вечных вневременных и внепространственных истин. Субстанциальности скажу во времени. Так, ну говоря о субстанциальности, собственно, здесь наверное нечто подобное, то есть для античной философии вот классическая действительно проблема, например, которая открывает проблематичность, которая открывается Платону, проблематичность существования идей наряду с вещами. То есть, как мы знаем, он замечает удивительную вещь, что описывать всё сущее, мир как совокупность чего-то, совокупностью одних вещей не получается, потому что у вещей есть дубли, у всякого проявленного, у всякого физического, материального есть некий дубль, который выступает не просто совершенно неотменимым, он выступает ещё и онтологически предшествующим. Почему? Потому что когда мы говорим «нечто есть», «ромашка есть», мы понимаем, что существованию ромашки предшествует принцип, по которому эта ромашка существует. Есть некий принцип, есть некий закон, есть некая в современном языке мы бы сказали программа, есть некая определённость того, что это ромашка, а не тысяча других возможных вещей, некий распад в хаос, а некая упорядоченность, которая является неким идеализированным и алгоритмизированным принципом, по которому сделаны вещи. Так вот, эти идеальные двойники, они абсолютно не фиктивны, их абсолютно нельзя сбрасывать со счетов, их необходимо мыслить, если только мы действительно мыслим вещи, а не только лишь чувствуем их, а именно начинаем мыслить, и кроме того, они не просто неотменимы, они ещё являются онтологически первичными. Более того, почему как раз-таки здесь важна субстанциальность, они являются онтологически первичными, и они как раз-таки являются субстанциями, в каком смысле, в значении сущности, то есть в значении своей абсолютной онтологической самодостаточности. О чём здесь идёт речь? Речь идёт в общем-то тоже довольно-таки несложной, как мне кажется, интуиции, которая есть у каждого из нас, то есть в каком-то смысле мы стихийные плотоничьи обычно, а именно той интуиции, когда мы признаём, что даже если бы в мире не было бы никакой вещественной реализации тех или иных принципов, грубо говоря, если бы не было никакой материи, из которой можно было бы изготовить ромашку, принцип изготовления ромашки от этого бы никак не пострадал. Он продолжал бы быть. И решение всего остального данного в качестве некого вещественного сущего. То есть вещественное существует заимствованным бытием. Оно есть, потому что есть некий принцип. И согласно этому принципу нечто сделано. И, как говорит Платон, сделано всегда не так, может быть, и так, как написано в своей схеме, но схема всегда лучше. Потому что сам процесс изготовления есть процесс, допускающий погрешность. Ну, хотя бы потому, что в принципе заложены все ромашки, какие только могут быть. Мы знаем, что платоновская идея скроена по образу и подобию любого математического абстрактного объекта, например, треугольника. Мы понимаем, что любой треугольник, разумеется, мысливый, как бы мы его не помыслили, тупоугольный, остроугольный или прямоугольный, всякий из этих треугольников, в каждом отдельно взятом, хотя это в кавычки нужно заключать фразу отдельно взятый треугольник, содержатся все возможные треугольники. То есть каждый треугольник это все треугольники. И поэтому любая закономерность, обнаруженная нами в рамках одного математического объекта, например, какой-нибудь геометрической фигуры, мгновенно становится для нас абсолютной истиной. Потому что изучив один треугольник, узнав что-то об одном треугольнике, я узнаю это обо всех треугольниках. Так устроены математические объекты. Почему они так устроены? Потому что они не в пространстве и не во времени. Они изначально не мультиплицированы неким вот этим отчуждающим принципом, когда каждая из версий привносит некое реальное отличие. почему одна ромашка отличается от другой в отличие от несуществующего отличия от как бы одного треугольника и другого. Потому что каждая отдельная ромашка это действительно новая ромашка, это действительно другая ромашка, чем-то отличающаяся. И вот это отличие становится возможным благодаря погрешности, закладываемой в эту схему. но почему это важно? Потому что субстанциальность для античного философствования закладывается в идеи, именно в эти идеальные абстракции, которые принципиальным образом субстанциальны в своей ненуждаемости в том, чтобы их кто-то осмыслял. Они принципиально бессубъектны, независимо от того, будет ли какая-то реализация вещественоносителя или не будет, от этого идея никоим образом не изменится. Но также важно сказать, что независимо от того, станет ли она известна кому-то, будет ли она познанной или останется непознанной, от этого ее статус тоже антологический никоим образом не изменится. Поэтому субстанциальность для античного сознания целиком и полностью не связывается вообще с актами познания. Если, как у Гегеля, который говорит, что всякая истина – это результат, это не просто некое знание, это результат, в ходе которого мы приходим от осмысленного незнания к осмысленному знанию, от реального опыта непонимания к реальному опыту понимания. И вообще так вводится всякая истинностность, то для античности это и у Гегеля явным образом звучит представление о субъектности, заложенной в истинностность. Для античности это совершенно не так. Истина не имеет ничего общего с актами познания. Истина антологична, а не эпистемологична. Это не, вопреки аристотельской теории истины, как корреспондирующей, где речь идёт о соответствии, вроде бы впервые появляется некая идея того, что истина имеет отношение к актам познания. Это всё-таки некое соответствие, которое должно удостоверяться где-то в процессе того, кто желает знать и того, что теперь им узнано. Но это скорее действительно такое движение в сторону эпистемологизации истины, в сторону познания. Но в целом, для Платона, например, это наиболее характерно, истины не нуждаются в опознании. Они просто есть. Познание является чем-то эпифеноменальным. Для истин уж точно не входит в состав их формирования, самих этих истин. Точно уж не как у Гигеля. Так, ну и, наконец, способность формировать некие реальности, этот признак. Ну, здесь можно возразить, что, быть может, как раз-таки здесь мы уже встречаемся с субъектностью. И здесь действительно нужно отдать должное, что, наверное, с какой-то минимальной степенью субъектности мы действительно встречаемся именно в этом пункте. Но, правда, весьма и весьма незрелый и неразвившийся. Ну, главным образом речь идёт о позициях скептиков и софистов, да, протогор, человек есть мир у всех вещей. Действительно, в каком-то смысле нельзя говорить, что античности не была известна идея о том, что познающий вводит некое неконтролируемое возмущение в акты своего познания, он искажает. Познавая, он искажает. И, возможно, это искажение является неотчуждаемым, возможно, оно является совершенно неустранимым для самого познания. И скептики здесь весьма скептичны, как ему полагается. Они утверждали, как мы помним, что с этим ничего невозможно поделать, да, учение о тропах. И софисты вполне в этом смысле были тоже, так сказать, непреклонны. Это не та ситуация, для которой существуют какие-то технологии блокирования вот этих искажений. Познание всегда уже искажено. Дело не в том, что мы что-то не так делаем, да, как в случае с софизмом. Софизм – это не парадокс, не антиномия, не опория, не паралогизм. Это ошибка в рассуждении искусственное, которую легко устранить. Софизм решаемый. Но в отношении, так сказать, проблем познания софисты не считали эту ситуацию устранимой, а полагали, что есть принципиальное искажение, встроенное во всякое познание. Поэтому познаем мы всегда не то. Или ничего не познаем, или отказываемся разом от этой затеи, или познаем никого. И то же самое потом будут повторять скептики. Но что здесь важно? Ну, во-первых, нужно, конечно, сказать, что платоновская философия, наверное, своей авторитетностью и широтой размаха составляет серьёзное противодействие и противоядие к этим разрозненным школам. То есть всё-таки платонизм просто сильнее. Платонизм для античной мысли, для античного периода просто оказался сильнее. Поэтому многие из таких рассуждений, они выглядят как такие довольно-таки беспомощные нападки. Но мы можем судить об этом извне, и можно извне подумать, а всё-таки что произошло? Речь шла просто задавливание авторитетом, или всё-таки действительно самой логической оснастки, логика философской оснастки у софистических философий и скептических было меньше. Мне кажется, скорее, второе, потому что когда софисты говорят о неком мнении, ну и платон об этом говорит, что есть знание, есть мнение. Знание – это действительно некоторое усмотрение истин, а мнение – это необоснованное полагание, в которое я могу верить, я могу быть убеждён, я могу иметь свою иллюзию знания, сколь угодно оснащённой самыми разными интенсивными модальностями. Я абсолютно верю, что это так, я убеждён, что это так, у меня есть некоторая внутренняя несомненность, я готов пожертвовать чем-то, но все эти состояния, к сожалению, не отменяют того, что мнение какой бы силой докажемости оно не обладало, отличается от знания. И в целом для вот этих вот скептических взглядов было характерно признание того, что вот это вот ошибочное познание, оно искажает. То есть некое на самом деле есть, то есть познающий, он не формирует реальность, он просто, он как раз наоборот не видит то, что есть. Вот мог бы увидеть, то есть у него какие-то, вот какое-то слепое пятно, да, или какой-то порог чувствительности ему не позволяет. Ну, как в книге Перроновых положений, он там пишет, что человек болеющий желтухой, всё видит в жёлтом свете. Ясно, что сам мир по себе не жёлт, но видится в жёлтом свете. То есть это некое подобие таких вот локовских вторичных признаков, вторичных свойств, не первичных, а вторичных. Но с устранением, так сказать, вот этого вот источника заблуждения мы могли бы посмотреть на мир, но потенциально это возможно, но актуально нельзя. Но тем не менее реальность только одна. Реальность одна и множество ошибочных мнений по поводу этой реальности. Вот картина скорее такая. Ясно, что она отличается от того, что, например, мы видим у Канта, когда речь идёт о какой-то, если угодно, реальности первого порядка и реальности второго порядка. Скорее, даже номинальная реальность, она некоторым образом нереальна для субъекта. А вот реальность феноменальная, она вполне реальна. Время, оно эмпирически реально, говорит Кант. Вот важное отличие, мне кажется, в этом заключается, что для ассофистов, эсхоластов речь не идёт о формировании реальности, новой реальности. Речь идёт об искажении одной единственной реальности, о невозможности приступить к ней, но вступить с ней в прямой контакт. Но речь не идёт об активном формировании других реальностей, имеющих ровно те же опознавательные признаки этой реальности. Я сейчас, кстати, попробую закончить. Можно несколько... Да, давайте ещё тогда скажу о субъекте, о свободе и как раз-таки о трансценденции. Значит, проблема свободы субъекта – это отдельная очень сложная, в общем-то, тема. Я о ней очень, сейчас так скажу, пунктивна. Она напрямую перекликается с тем, что было сказано в отношении невозможности возникновения нового. Вот этот же логический тезис, эта же логическая аксиома, она оказывается совершенно, так сказать, драматической для идей свободы в том числе. Ну, мы знаем, что вся античная мысль, здесь Демокрит, в общем-то, не является таким уж совсем скандальным автором с его идеей абсолютного детерминизма. Знаем, что Демокрит говорит, что всё абсолютно развивается в жёсткой причинно-следственном порядке, и наше ощущение случайности, равно как наше возможное предположение, что случайность антологически реальна, то есть действительно в мире, ну, как бы мы сейчас сказали, с высоты наших различных дискурсий, мы бы сказали, что в мире действительно существуют квантовые эффекты, действительно существуют суперпозиции, ясно, что Демокрит говорит, что дело не только в том, что для субъекта случайность иллюзорна, субъект, который не знает всех причин, ему кажется, что это случайно, а, конечно же, это не случайно, но и в самом мире, разумеется, для самого мира никакой спонтанности быть не может, это абсурд. Почему? Потому что из ничего ничего не появится, и всё имеет причину. Соответственно, любое состояние, которое бы мы не зафиксировали в мире, безусловно, имеет некую причину, а сама эта причина также является следствием иной причины, это, в свою очередь, следствием третьей и так далее. Здесь намечается другая философская трудность, но для античности она не актуальна, потому что для античности нет открытого ряда истории, для них мир не возникал во времени и в пространстве, не уничтожится во времени и в пространстве, и поэтому для них разум вся вот эта вот, так сказать, цепочка причин и следствия, это не открытый линейный ряд, который, безусловно, ведёт к очень сложному парадоксу, потому что его нельзя продолжать до бесконечности, и мы должны его чем-то закрыть. И так, в общем-то, и делает Аристотель, вводя до Мюрга, как некое самопричинение. Но в целом для античности здесь нет такой остроты, потому что для них всякая вот эта последовательность, как мы сказали, прохождение шагов, она циклична, она где-то по кругу, она имеет круговой характер, а не открытолинейный. Но в любом случае вот это простое рассуждение, когда мы говорим, что всё имеет причину, ведёт нас к жёсткому детерминизму. И ясно, что, как пишет, например, Кант во втором аргументе к антитезису, второй своей антиномии, он приводит доказательства в защиту детерминизма, в первом, как раз-таки защищает наличие свободной воли, потому что антиномии для этого нужны, они показывают, что можно защитить одно и другое. Но просто сам аргумент любопытен в отношении доказательства детерминизма, он использует очень простую схему, он говорит, что если мы хотим удовлетворить своей повседневной интуицией того, что, к примеру, сам человек или любое другое живое существо, например, не знаю, в какую сторону повернётся, в голову, чем вверх, как говорил Эйнштейн, например, любое другое живое существо действует неким случайным образом, вносит некую артологическую непредсказуемость, это действительно некое нечто из ничего, некий разрыв причинно-следственной цепочки и безусловное начало нового причинно-следственного ряда, как бы говорить, что свобода – это и есть способность, безусловно, начинать некий причинный ряд. Так вот, если мы допускаем возможность таких безусловных начал, то есть возможность разрывов в этих цепочках, то мы просто никогда больше не возобновим саму эту цепочку. То есть однократно произведя этот разрыв, любая связанность распадается. Поэтому внедрение индотерминистических интервенций внутрь причинно-следственного ряда будет означать крушение всякой связности. А крушение всякой связности означает распад всякой определённости. Нельзя говорить, что нечто есть, как постоянная неопределённость того, что это есть и как это есть. Тогда в каждую следующую секунду не будет ясно, что это такое. Но для того, чтобы даже чем-то стать, с некой неопределённостью чем-то стать, должна быть некоторая определённость, чем стать. Нельзя остановиться, когда даже сам выбор принципиально не определён. Поэтому нарушение детерминистической цепочки означает для нас коллапс всякого существования. Не просто какого-то последовательного и непротиворечиво промысливаемого, а вообще всякого существования. Потому что, к сожалению, да, всякое существование похоже мыслится как жёстко детерминированное внутри себя, удерживаемое именно определённостью. И всё это абсолютно верно для античного философствования. И поэтому ни о какой свободе, опять же, присущей чему бы то ни было, но в данном случае некому субъекту, как это будет сделано в классике, который сможет, безусловно, разрывать эти ряды, хотя это будет постоянно сопряжено с колоссальными трудностями, эта проблема будет одной из самых неразрешимых практически во всех философских системах. Ну, может быть, вплоть до поздних каких-то немецких, но даже Кант в каком-то смысле признаёт, что причинность, вернее, свободы воли в одном мире, да, мы знаем, в мире этических, в каком-то смысле в мире науминального, а детерминированность в мире природного. Декарт, например, просто отказывается решать эту проблему в одной строчке, он пишет, что она не имеет решения, или, по крайней мере, решения ему неизвестны, как соединить представление о некоторой свободе, которую нам очень хочется сохранить за субъектом, и тем порядком детерминизма, который мы связываем с миром природного, по крайней мере. Но, тем не менее, при сохранении парадокса, соединения одного и такого, одного и другого, классическая мысль, имеющая в виду субъекта, не отказывается от того, что субъект свободен. А этичная мысль даже не, так сказать, не видит повода для того, чтобы вообще эту свободу выводить и кому-то её предицировать. И отсюда также, как мы упоминали метапсихоз, здесь также можно увидеть некие логико-философские основания ещё одной мифологемы античной о судьбе. Такой философский, скорее, именно мифологический фатализм, весьма характерный для античного сознания, имеет вполне себе логическую, философскую, логическую подоплёку, представление об этой судьбе, ананки. Греческое, оно проистекает не просто из какого-то усилия веры или из какого-то акта, связанного с чем угодно, но только не с рациональностью, освященными традициями или ещё с чем-то. Нет, здесь вполне себе есть рациональная основа, осознанная она или неосознанная, но она может быть, по крайней мере, обнаружена и показана. Наконец, последний момент, это как раз-таки условия трансцендирования миру, возможность трансцендирования миру, потому что мы сказали, что субъект в своей основе относится к миру как к чему-то вне его, и в этом смысле объективированному. Абсолютно невозможно для античной мысли, поскольку бытием, которое есть по Парменину, исчерпывается всё возможное. То есть, например, в случае с платоновским разделением на идеи и вещи, мы знаем, что когда мы пытаемся промысливать эти вещи, обсуждать их с кем-то, и сами в первую очередь пытаемся понимать, то одна из первых идей, которая напрашивается, сказать, что понятия, идеи, абстрактные объекты, они существуют в мысли, они существуют в сознании. Это такой наш первый, первичный обычный инстинкт кагитальный, сказать, что это где-то в мысли. И философская... Это одна из весьма зарекомендовавших себя философских традиций. Нельзя сказать, что это ошибка, потому что в конечном итоге мы увидим, что с возникновением идей субъективности один из ключевых способов рассуждения о подобных вещах, об антологическом статусе идеального, будет иметь в виду такой вариант ответа. Но для античности он совершенно невозможен, потому что античность руководствуется принципом абсолютной первичности и самодостаточности существования. То есть если мы говорим, что понятия, например, существуют в сознании, существуют в сознании, здесь очень показательная служа эта формулировка, античный философ нас обязательно спросит, ну, собственно, если мы говорим, что в сознании, то есть где-то в сознании, но сознание же существует, значит, сознание укоренено где-то в существовании, где-то в бытии. Значит, как бы мы ни пытались поместить нечто в сознании и тем самым устранить его из бытия, каким-то образом вынести вовне, и у нас это не получится, потому что бытие является, бытие означает некоторую абсолютно принудительную предельность всего. И нечто либо есть, либо не есть. Если оно есть, оно в бытии. Поэтому положить нечто в некое иное, некий иной тип существования, в сознание, которое существует неким иным способом. И таким образом его вынести из бытия попросту не получится. Поэтому сама идея трансцендирования бытию совершенно невозможна. Бытие является предельным и окончательным. Оно есть всё, что только есть. Всё, что только пожелает что-либо поделать, вначале должно быть. Если оно есть, оно есть в бытии. Оно бытует. И вот сама эта парадоксальность вынесения сознания, опыта, знания, опыта субъективного переживания за пределы мира, когда я говорю, что мир там, а я здесь. При том, что он абсолютно тривиализировал для нас, опять же, как некая фемиологическая интуиция. Как ни странно, обычно мы как-то так и рассуждаем. Но логические основания такого рассуждения, содержат совершенно очевидное противоречие. Поэтому в той мере, в которой для античной мысли если нечто содержит противоречие, то оно просто не существует, оно должно быть отброшено. Всякое содержащее в себе противоречие это есть нечто несуществующее. Это как раз-таки уровень мнения, а не истины. То сама такая модель, она просто не была бы, не может оказаться... Да, ну сейчас я посмотрю комментарии, не может иметь право на существование. Так, и, наверное, я сейчас закончу. Единственное, что я добавлю... Ну, собственно, у меня есть 3 минуты. Я хотела еще сказать, что еще очень важный момент в связи с интеллигацией, вообще со всем, что я говорила. Мы же знаем, что в общем и целом для античности характерна одна большая теза, пока, если угодно. Ну, опять же, один большой философский тезис, о том, что поистине существует то, что неизменно. В той мере, ну, мы знаем, знаменитое положение с диалога Тетет-Платон, что идеи существуют, а вещи едва существуют. В отношении изменчивого и длящегося нельзя сказать, что оно существует. Поэтому, разумеется, не существуют вещи, не существуют материальные объекты, которые во времени, которые являют собой некий распад, в той мере, в которой всякий отдельно взятый предмет, ромашка, являет собой не ромашку, как нечто, как некое тождество, а всякое сущее должно быть тождеством. Этим, а не другим. Только этим, а не каким другим. В той мере, в которой ромашка – это не тождество, а процесс, потому что, ну да, каждую минуту оно уже другое. Оно во времени, в этом смысле, это ромашка штриха, ромашка два штриха, ромашка три штриха и так далее. В той мере, в которой всё вещественное, укоренённое во время, это всегда длящиеся и в этом смысле не удерживающие своего существования. Нельзя применять свойства существования, хотя существование – это не предикат, к длящимся вещам. Потому что они вообще фиктивны в своём антологическом статусе. Это вообще иллюзии, это не нечто, что есть на самом деле. Вот в той мере, в которой о человеке во многом, то есть то, что потом Канн, допустим, будет говорить, что внутренний опыт сознания дан как принципиально временный, и не только Канн, это характерно для всей феноменологии. Вот человек, который, причём человек, которого мы воспринимаем как телесное существо, и много каких-то примеров в диалогах можно увидеть, что человек приводит в пример как телесное существо, которое всё время другое. И в этом смысле как тело, он, разумеется, неподлинен. Но мы же говорим ещё и о внутреннем состоянии. Вот если мы говорим о внутреннем, вот в этом смысле, в феноменологическом, в котором мы знаем, как вот эту чистую темпоральность, смену состояния, она просто будет антологически нереальна для античного сознания. Это будет ещё одна фикция. То есть вот этот свой внутренний опыт проживания, как длящийся, это будет просто фикция. В этом смысле, конечно, для античного сознания проблема тождества личности не стоит, потому что, и вот это как раз-таки, она появляется в классической философии, когда мы говорим, как же так, мы телесно изменяемые, ну ладно, бог с ним сделал, но классическая философия научилась его отбрасывать, ну, так сказать, в первую же секунду, как только намечаются какие-то сложности. Да, ладно, допустим, тело мы отбросим и останемся наедине со своей кагитальностью, но так и кагитальность же изменчива и длительна. И если для классической философии это будет составлять трудность ответа на вопрос, как же возможно тогда тождество личности, почему во всей смене своих состояний сохраняется, если да, то почему и как, или не сохраняется некое общее единое, то для античности такой проблемы вообще нет. Ответ, конечно, ничего не сохраняется, это есть чистая длительность, это есть едва сущее, это есть становление, которое не существует, а едва существует, а едва существует, значит, ну как бы вообще-то и не существует, И последнее, когда мы обращаемся к текстам, к источникам, смотрим, как говорится о душе, в конце концов, в федоне, как говорится о душе, таидос жизни, конечно же, о душе говорится о неком общем принципе. Это тот принцип, который, разумеется, не связан ни с какой феноменологией, ни с какой субъектностью в этом смысле. Душа – это некий принцип, который отличает живое от неживое. Это эидос живого, эидос жизни. Вот что есть душа. В каких-то других рассуждениях душа наделяется какой-то практически витальностью. Это своего рода такое дыхание, которое существует в теле. Но речь совершенно… Это скорее какой-то полутелесный, это некий принцип, который организует жизнь тела. Но это не индивидуальный принцип, который организует жизнь тела. Это просто принцип, который организует жизнь тела. Кстати, любопытно, что скорее какие-то отголоски индивидуального можно в представлении о душе, в античности, встретить, когда о душе говорится как уже об умершей где-нибудь в царстве мёртвых, душа, которая является персонифицированной душой, то есть она несёт какой-то биографический отпечаток, какую-то историю своего существования в качестве живой. Вот здесь как будто бы душа это не просто принцип, организующий жизнедеятельность, а как будто бы имеющий какое-то вот это приватное внутреннее измерение, но правда в качестве уже умершей. Но в общем и целом, я хочу сказать, что если мы встречаемся с каким-то представлением о душе, чем-то, что составляет жизнь мыслящего, то скорее античность готова сказать так. Всё приватное, что в этом опыте есть, оно, конечно же, фиктивно, неподлинно относится к явлениям, то есть не имеет самостоятельного существования. Всё же, что в той или иной степени подлинно, это в душе, это некий разум, это некий способ мыслить, некая рациональность. Но разум для души, это как раз-таки вот это общее, это некая способность попадать, максимально, так сказать, покидать вот эту свою приватность и попадать в некое единое, универсальное, едино присущее всем, и в этом смысле транс-индивидуальное, трансперсональное измерение чистых истин. Вот мы тогда подлинны, когда мы в этом умном мире, но в умном мире нет того, кто познаёт этот умный мир. Там просто есть некое совпадение, то есть нам доступны состояния, именно почему успевается разум, почему мы должны быть разумными и мыслимыми, то есть нам доступны состояния, когда мы совпадаем с тем общим, что вообще говоря только доподлинно и существует. Любая же индивидуация или, например, констатация того, что это я проживаю опыт осознания некоторой истины как истины, это уже погрешность, это то, что скорее пустит нас по ложному следу, или то, чем можно пренебречь. Вот, всё, наверное, всё, я могу здесь закончить. Спасибо большое за внимание, если... Ну, я во время уложилась. Хочется похлопать. Если есть какие-то вопросы, да. Давайте тогда читаем вам вопросы. Ого. Некоторое количество есть. Вот Роман Заманилов спрашивает. Если посмотреть на творчество Еврипида, Марка, Цитерона, Акулея, то в их романах в целом всё же присутствуют некоторые субъекты. И если посмотреть, например, на письмо царя Осирии, предсказателю, то в нём содержится даже описание депрессии. То есть уже в эти времена, в общем-то, концепция каких-то внутренних переживаний, она всё-таки доступна была людям. Как вот это согласуется с... Да, спасибо за вопрос. Ну, это, наверное, как раз-таки комментарий очень важный, бесценный, в смысле той оговорки, но, по-видимому, недостаточной, которую я сделала, связанную с некоторой доксографией. То есть, да, я думаю, что если мы будем смотреть прицельно тексты, то там, то здесь мы увидим какие-то удивительности, какие-то рассуждения, которые будут нас, в общем-то, ну, активно побуждать к тому, чтобы применять оптику представлению в таком вполне известном нам субъекте для прочтения и понимания этих вещей. Во-первых, здесь всегда существует риск того, что мы действительно применяем эту оптику. Она у нас теперь уже есть, и теперь мы с её помощью, обращаясь к каким-то разрозненным комментариям, которые, ну, в общем-то, можно интерпретировать разными способами, но когда у нас уже есть эта оптика, мы, конечно, будем прочитывать её именно так. Вот, я согласна, что в случае с депрессией, наверное, очень трудно уйти от каких-то психологических коннотаций. На самом деле, достаточно посмотреть, да, вот действительно, письма с Энки Куцилио, там действительно очень много рассуждений, которые имеют в виду какой-то такой приватный психический опыт. Но, возможно, речь идёт о некой философской рефлексии и о каких-то дискурсивных практиках. То есть вполне возможно то, что то, как говорится, это можно, например, много подобных примеров найти везде, в любую эпоху сейчас, да, можно найти в современности. Если кто-то когда-то будет читать то, как люди говорят за пределами философских студий, то можно встретить массу всего. И, например, если у нас есть какая-то определённая оптика, то мы можем прочитать это тем или иным способом. Но если мы всё-таки говорим о некой философской рефлексии, то есть о неких именно философских ходах, всё-таки Сенок и Слуцилием, что очень показательно, они рассуждают на философские материи. Они как раз-таки находятся именно в какой-то повседневном способе коммуникации. Это не собственное философствование. И здесь действительно можно обнаружить совсем другое понимание. Я бы даже сказала, что это составляет отдельный большой интерес совмещение того, как для самой античной культуры их канонические способы философствования в отношении, например, души или отсутствующего субъекта согласовывались с тем, что происходило за пределами философских рефлексий. Поэтому, наверное, какой-то такой ответ мне сейчас напрашивается, что это либо какие-то моменты искажения, или, по крайней мере, понимание того, что можно с осторожностью прочитывать, то, что мы можем найти. И второй момент – разделение некой философствующей практики, философии экономической и любых других способов говорить и думать. Если бы мы нашли нечто подобное в таких серьёзных, задающих тонн классической эллинской философии, о текстах или рассуждениях, нечто подобное, а это тоже можно сделать, в общем-то, поэтому моя оговорка всегда в силе, что это некое обобщение и схематизация. Но всё-таки там этого меньше, но в той мере, в которой мы там это находим, это всё-таки представляет большую трудность и необходимость как-то это интегрировать в такую модель отсутствия субъекта. Такие более какие-то способы говорить и думать не философского свойства, их, мне кажется, можно проще отвести в качестве сомнений. Вот ещё вопрос. Антон Тер спрашивает, можно ли сказать, что в концепции Платона субъектность является эйдосом? Субъектность является эйдосом? Да вот нет скорее, тут сомнения у меня большие, там вот проблема в том, что совсем нет субъектности, он с ней не работает. Душа – это эйдос жизни, говорит он. Здесь как-то всё-таки вообще нет про личностное практически ничего. Субъектность не может быть эйдосом ни при каких обстоятельствах, потому что субъектность – это то, что изменчиво, субъектность – это то, что длительно, субъектность единична, субъектность персонифицированная, в этом смысле индивидуализированная. То есть мы называем все признаки антиэйдетичности, мы называем вещественные признаки. То есть если бы душа была субъектна, то есть если бы мы субъективировали душу перед Платоном, он отнёс бы её категории вещей и сказал бы, что она не существует. То есть обеспечить бессмертие души, спасти душу античными силами можно только максимально устранив оттуда всё субъективное. В том смысле, в котором мы сейчас говорим о субъективном, как раз таки о личностном, индивидуальном, неповторимом, персонифицированном и так далее. Вот ещё Роман Балабанов спрашивает такой вопрос. Задаёт, каким образом происходит крушение детерминации у Канта при введении индетерминации? Почему детерминированный мир так хрупок? Он имеет в виду то доказательство, которое вы приводили из критики. Ну, у Канта очень сложная, получается, позиция в этом вопросе. Мы знаем, что свободу воли он отнёс в конечном итоге вообще ко второй критике, потому что в рамках первой критики, которая фактически занимается вопросами познания и занимается в некотором смысле онтологией феноменального мира, в той мере, в которой у Канта может быть обнаружена онтология, и не одна только чистая эпистемология. Речь идёт об онтологии феноменального мира в первой критике, а во второй, в каком-то смысле, об онтологии муменального, потому что там речь идёт о свободе. Он говорит, что человек свободен как муменальное существо, а не как феноменальное. Но известно, что у него нет решения, в каком-то смысле, кстати, современные трактовки компотибилизма, они практически не представлены в континентальной философии, а представлены в аналитической философии, они очень такие, по-своему, необычные, но вообще говоря, представители компотибилизма часто говорят, что первый компотибилист — это Кант. Действительно, его можно так прочитать при желании. Но у самого Канта это огромная трудность, и масса литературы об этом нет чистого решения о том, как синхронизирована в этом колоссальная трудность, как синхронизирована причинность феноменального мира и феноменального ряда детерминизма природы с свободой воли субъекта. Он постоянно говорит о том, что, разумеется, субъект свободен как муменальное существо, возникает вопрос, когда я реализую свою свободу, я разрываю причинные цепочки? И если да, то как это возможно? Что вообще после этого только, как можно себе представить, что природный мир восстановит себя после того, как по его, так сказать, архитектонике был нанесён сокрушительный удар, мы фактически разрушаем органическая природа, её однозначная причина следственного развития. У него нет ответа на этот вопрос. Более того, этот конфликт отнесён им в одну из антиномий. И фактически всё можно прочитать так, что для нас возникает эта проблема, просто потому что мы неправомерно применяем свой рассудок. В конечном итоге проблему можно снять очень легко и понять, почему каждый даже не пытается её решать, потому что она относится к тому, что выходит за пределы всякого возможного опыта. И мы никогда не получим решение этой проблемы, например, компатабилизма, или современное либертарианство, или современный интерминизм, то есть современные как раз-таки способы решать эту проблему в рамках аналитической философии зря стараются, потому что они решают там, где решения быть не может. Ну это, в общем-то, если соединять континентальные традиции и заповеди Канта со многими способами ставить и решать философские задачи в аналитической традиции, вот такая ситуация возникает постоянно. Потому что, например, психофизическая проблема тоже будет с точки зрения Канта, за проблемой, которая не имеет решения. А попытки её решения явным образом нарушают вот это требование не уходить за пределы всякого возможного опыта. То есть, скорее, одной из гипотез, наверное, могла бы быть эта, что вот сама эта трудность, как мы её описали, по крайней мере, внутри Кантовской модели, ясно, что, например, у Сартера всё будет в порядке, человек разрывает ряды, человек делает мир эндотерминистичным. Ну так и должно быть, мир включает в себя эндотерминистичность через человека. Но для Кантовской системы сама вот эта вот проблема, которая возникает, как же соединить свободу воли человека с эндотерминизмом природы, в общем-то, относится к антиномии. Значит, в каком-то смысле не предполагает решение. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, очень интересная лекция. Спасибо вам, Диана, за то, что присутствовали на этой лекции. Спасибо, слушайте, нас так, что слушали. Спасибо вам ещё раз за лекцию. Спасибо всем. Спасибо за приглашение. Спасибо тем, кто поприсутствовал. Продолжение следует...